Сейчас многие на ТикТоке немцы местные стали вылаживать ролики и доказывают правду, то что люди, видно, что совсем не блогеры, простые работяги, простые семьи вылазывают счета за газ. Японский магнитофон, вы только представьте, семья из четырех человек платила 370 евро в месяц. Они теперь должны платить, им прислали, 2833 евро в месяц. Представляете, другая девушка сняла ролик и показывает, что она платила за квартиру за 40 с копейками квадратных метров, у нее выходило полностью за все 430 евро. Теперь ее счет составляет 996 евро. Вот так прям сразу, нано. То есть это просто жесть. Люди просто выставляют, каждый день получают новые счета. Ну, не одни и те же, а разные семьи. И где у людей в 7 раз, в 10 раз больше счета. Это просто, это пиздец. Короче, жесть, что происходит. Государство наше нам решило подкинуть 300 евро, с которых мы еще должны заплатить 160 евро налог. Я хочу сказать, в жопу себе засуньте их, эти 300 евро. Все равно их ни на что не хватит. Один раз в магазин сходить, эти там 160 евро, еще с них налог заплатить, потом еще сдерут, короче. Я просто охереваю, что происходит, короче, ребята, это просто жесть. Я никого не хочу пугать. Я просто вот о чем думаю. Я думаю, когда никто не заплатит за все, они что, будут людей выселять? Они что, людям будут газ отключать? Людям, старикам, которые больные, которые нуждаются в тепле, в воде, детям, младенцам. Это они будут все делать? Я просто не знаю, я вам хочу одно сказать, что это все благодаря Украине. Не благодаря Путину, а благодаря Украине. Потому что они не соглашаются на мир. Вот и все. Из-за этого продолжается эта гребаная война. Все знают, что на Россию не остановится. И это не Россия. Почему я говорю, что Украина виновата? Это не Россия, да, не поставляет сюда газ. И не хочет поставлять. Это Европа накидала тысячи и тысячи санкций на Россию. Поэтому мы сами отказываемся от этого, а не Россия нам это все блокирует. Поэтому я и говорю, что в Украине виновата здесь, а не Россия. Вот и все. Украина и Европа, мне так кажется. Вот чего мне хотелось бы понять. Каков процент русскоязычных немцев, я не говорю о русских, а именно русскоязычных немцев. Большинство из них является этническими немцами, выходцами из Советского Союза бывших. Только в 90-х, там более полумиллиона из России и более полумиллиона из Казахстана уехало таких людей. Больше двух миллионов граждан Германии современной, они вот говорят и зачастую думают по-русски. И мне хотелось бы понять, каков процент из этих двух миллионов солидарен вот с этим гражданином, со своим соотечественником. Я не знаю, ведется ли такая статистика. Возможно, она ведется немецкими спецслужбами. Но они не торопятся поделиться. Ну, во всяком случае, я могу сказать, что на сведомых пабликах, на украинских, я не видел русских немцев. Я не утверждаю, что таких нет. Просто я говорю, что мне не попадалось. Я не видел немцев, которые топили бы за Украину. Я говорю про немцев еще раз, повторю, для тех, кто в танке, русскоязычных. Расклад интересно было бы узнать.